Ребят всем привет с вами Давадым и сегодня как я это обычно люблю называть флешбек обзор не очень длинно но очень коротко и при этом побольше всяких интересных фактов давайте разбираться что у меня сейчас здесь на столе первое это бодо второе это хайприм и хайп то есть это бывший хайп нынешний хайприм и сегодня я бы хотел про него немного рассказать то что я успел попробовать и вообще как в целом продукт поменялся от моего первого покура и что я курю сейчас как мы заметили компания хайп или нынешний хайприм у них произошел ребрендинг и теперь они называются хайприм но помимо названия они еще и поменяли немного сам состав от чего продукт стал гораздо интереснее нежели чем старый хотя и согласитесь был интересен но не такой широкой аудитории почему давайте потихонечку будем все раскладывать смотрите у хайпа на данный момент есть три линейки то есть это красная линеечка и и боксик выглядит вот так вот красненький да красиво весь и все на нем что нужно написано вторая линейка это крепкая вот такой вот черненький боксе красивы и это у нас два основных направления в котором двигается хайп но есть третья линеечка которая должна была быть вот здесь а но я ее скурил это линейка микс примерно объясню что это такое а вот сюда вот приклею сейчас изображение короче это такие прямоугольные пачечки которые прикольно раздвигались и там было два вкуса два разных пакетика что это давал это в первую очередь давала миксовую линейку но без гарантии того что ты начнешь деградировать от слишком слишком ленивых действий там нужно было немного пошаманить немного помешать позабивать в отличие допустим от других брендовых табаков где микс это одна пачечка ты просто высыпаешь и грубо говоря деградируешь здесь нужно было немного поработать но при этом это открывало сразу несколько полезных эффектов первое ты мог смешать это так как ты хочешь то есть хочешь 50 на 50 окей хочешь вообще одну чашку скурить так а вторую чашку скурить так вообще без проблем а теперь основное движение то есть про эту миксовую линейку я рассказал это хай прим red line это красная линия она у нас средненькая приятная мягкая и если мы открываем эту коробочку то мы видим внутри самый классический обычный пакетик с черным сырьем сырье кстати что в красной линейке что в черной это бёрли и во время курения тонкая-тонкая но . бёрли всегда присутствует что касается черной линейки то здесь все намного интереснее смотрим это вот такой вот черный бокс и открывая внутри нас ждет ниху я точно такой же черный пакетик и в принципе они больше ничем не различаются эти пакетики и если вы случайно перепутали пакетики то точно вы уже никогда не поймете где черная линейка а где красная линейка пока не покурите в данном случае в кальяне у меня забита красная линейка я объясню почему и потом продолжу рассказывать про черную красная более стабильная более такая знаете средненькая и ее можно курить прям каждый день хоть по 50 чашек в день главное чтобы был табак что касается черной она здесь знаете не на каждый день у нее есть крепость и у нее очень большая тяжесть курение черной линейки подразумевает собой то что типа я сейчас покурю и уебусь примерно вот так я не скажу что он крепкий и вас всех нахуй будет сейчас убивать нет все зависит от человека но в данном случае я наверное больше предпочтения отдаю красной линейки нежели чем черный но при всем этом черная линеечка стала немного мягче нежели чем старый хайп который был здесь а при курении ты чувствуешь да эту самую крепость эту самую тяжесть но это приятно а а вот в хайпе который был раньше он сам по себе изначально был очень крепкий и его очень сложно было курить от чего у людей появлялся негатив к продукту а ты не готов курить слишком крепко но ты хочешь попробовать эту сочную красивую яркую пачку ты ее забиваешь начинаешь раскуривать и понимаешь у тебя просто колбасит по горлу и соответственно твое всякое желание в дальнейшем покупать хайп и вообще слышать слово хайп отпадает раз и навсегда такая ситуация я когда приезжал в новосибирск мы встречались с ребятами из хайпа мы сидели прокуривали их продукт все казалось очень круто здорово крепкая линеечка то есть крепкий табак тогда линеек еще не было ты куришь тебя так немного под накрывает мягенько приятно я думал охуительно собственно беру у ребят какой-то стартер пак промо да там пока приезжаю в москву думаю сейчас заебись забью все это забиваю и получается то что при первой тяге и даже до конца не догрев чашку я получаю просто охуительный удар по горлу я написал сразу об этом ребятам тогда еще типа ебать ребят в чем не дали вас какая-то бракованная партия просто но не могу это курить вообще никак они говорят что нет то же самое что мы и курили проходит где-то примерно 3-4 месяца у меня смена в новосибирске я прилетаю игру пойдемте курить хайп мы заходим курим все окей я беру открытую пачку с новосибирска заворачиваю или чё обратно в москву забиваю и понимаю что меня опять не бошит и все это я объяснил тем что в разных регионах табак курится по-разному не обязательно чтобы это был хайп любой другой табак давайте теперь подведем маленькие итоги нашего коротенького выпуска про хайп нынешний хай прим гораздо мягче и приятнее и за счет двух линеек ты получаешь как средне статистического курильщика и черная линейка для прошаренных юзеров кто любит покрепче это очень здорово что касается миксовые линеечки тоже все очень круто то есть но есть какая-то доля фантазии где-то что-то можно смешать а теперь по минусам старого хайпа это грубо говоря уже пройденный этап и возможно все это считать минусом а нынешний хайп немного проигрывает старому только лишь в том что старый хайп курился намного дольше и его было реально сложнее перегреть если ты немного не уследил как вот я сейчас примерно сижу с вами пизжу а у меня чашечка на четырех углях начинает просто перегреваться то здесь хайп рим проигрывает хайпу а что касается прогрева то новый хайп рим гораздо легче прогревается чем старый хайп то есть старому хайпу нужно было реально давать пизды нынешнему гораздо просто поставить четыре уголечка подождать буквально две-три минуточки и без колпачка можно будет уже все взрывать конечно же у хайпа есть как и плюсы так и минусы есть люди которым нравится хайп хайп рим а есть люди которым не нравится хайп рим поэтому кто уже курил хайп рим напишите в комментариях мне прям вот просто реально интересно узнать мнение в чем не нравится хайп рим и желательно вы если получится написать прям по каким-то фактам чтобы не было примерно понятно потому что я вернулся к этому продукту в обзор из-за того что мне на выставке дали пару вкусов я их собственно потихонечку все уже прокурил и понял что продукт годный то есть есть чем работать есть что курить так что вот такой вот коротенький выпуск флэшбэк выпуск это дава дым ставь лайки и подписывайся на меня обязательно помоги мне добить 40 тысяч и Продолжение следует...